Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале, друзья. У нас также есть второй закрытый канал на Boosty. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. Для этого существует закрытый канал. Для тех, кому неудобен Boosty, кто не может там зарегистрироваться, есть закрытый Telegram-канал, где все те же самые расклады, которых нет на YouTube-канале, но которые есть на Boosty. И стоит точно также канал 299 рублей в месяц. Если вы не умеете, не можете зарегистрироваться на Boosty, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку. А я благодарю всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Boosty с прошлого года. Вы помогаете нам становиться лучше. Друзья, идти в ногу со временем, развиваться. Благодаря вам мы публикуем новый контент, новые видеорасклады для того, чтобы оповещать вас о том, что происходит в мире. Ваши именные ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодарю вас за то, что вы есть у нас. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, обрядовые свечи, которые мы делаем своими руками из натурального воска. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами, а также обучением по картам второго, я также провожу обучение, обращайтесь, пожалуйста, ко мне в личку. Личка указана в комментариях под видео, как я уже сказала. У нас сегодня с вами сказочная колода, которая первый раз на моем канале. Очень люблю работу с ней. Это волшебная колода, которая рассказывает нам две истории. Волшебника страны Оз и Алисы в стране чудес. Я думаю, что все смотрели эти яркие мультфильмы. Сегодня мы не случайно взяли эту колоду, потому что мы поговорим о сказочном принце, о принце Уэльском, поговорим о том, что сейчас происходит во дворце, каково сейчас его жене Кейт, как он к ней относится, с кем он ей изменяет, изменяет ли. Мы уже выяснили, что да, в раскладе на Кейт Миддлтон. И что будет дальше вообще с ним, с его супругой. Давайте узнаем, потому что очень много вопросов именно по принцу Уэльскому, именно по Кейт Миддлтон. Итак, начнем, конечно же, с характеристикой личности. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности принца Уэльского Уильяма. Что это за человек такой? Характеристика личности, основная суть принца Уэльского Уильяма. Характеристика личности этого человека. Карта Колесо Фортуны. Ему везет. Колесо Фортуны здесь обозначает везение, перемещение во времени, в пространстве. Ему везет. Почему? Потому что у него род такой, да, то есть у него на роду написано быть везунчиком, быть удачливым человеком. Человек, который не прилагает особо никаких усилий, здесь зайчик стоит, просто следит за временем, да, не прилагает особо никаких усилий для того, чтобы что-то происходило в его жизни, в его пользу, так как он того хочет. И здесь Колесо Фортуны говорит просто о удачливом человеке, о том, что его поцеловали в макушку и о том, что он родился золотой ложкой во рту. В целом так и есть. И по жизни он является везунчиком. Но делать для этого и прилагать какие-то усилия человек не хочет. По Колесо Фортуны это человек не то чтобы лентяй, но он не хочет лишний раз шевелить пальцем. Очень эмоциональный, очень чувственный. Человек обидчивый достаточно по этой карте. Человек может не вылезти из какой-то ситуации, если ему не помогут. Допустим, влип он в какую-то ситуацию. Если ему не помогут, если к нему не придут на помощь, на взаимовыручку, то он будет сидеть и ждать, понимаете, у моря погоды. То есть сам он вылезти из этой ситуации вряд ли сможет. Десятка это перемены постоянные. Человек любит обновления какие-то. Возможно, любит какие-то путешествия, любит перемещения в разные города, в разные страны. Не любит сидеть на одном месте. Любит менять жен, любит менять любовниц, как перчатки. Ему, понимаете, не нравится, когда у него одна единственная и неповторимая. То есть он человек, который влюбчив. Он действительно влюбчив. И он меняет любовниц не просто так, потому что ему хочется какого-то интима с другой женщиной, а потому что он действительно влюбляется в этого человека. Человек по этой карте еще может быть крайне манипулируемым, потому что его ведут за ручку везде, начиная с детства. То есть здесь человек такой достаточно слабохарактерный. Почему? Потому что, опять-таки, белый кролик сидит на месте, ничего не делает, ждет у моря погоды, ждет, пока часики протекают. Протекают определенное какое-то время. По колесу фортуны это такая характеристика личности принца Уэльского. Его сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны принца Уэльского. Если кому-то симпатичен принц Уэльский, не обижаемся. Друзья мои, рассказала характеристику личности. Вот такой уж он человек. Что поделать, да? Есть какие-то сильные и слабые стороны у этого человека. Сейчас мы их выявим. Сильные и слабые стороны принца Уэльского. Сильные и слабые стороны принца Уэльского. Его сильные стороны и его слабые стороны. Его сильные стороны. Очень любят деньги. Деньги у него имеются. Король Пентакли – это человек, у которого есть материалка, у которого есть будущее, у которого есть ресурсы для создания этого самого будущего. Его сильные стороны в его роде. Его род, его генеалогическое древо – это самая сильная сторона его жизни. И его характеристика личности сильна тем, что он умеет копить, умеет экономить, умеет не растрачивать, скажем так, на пускное, на какие-то костюмчики, на какие-то платочки дорогие, еще на что-то. Он умеет копить, это его сильная сторона. Если бы он разбазаривал все свое имущество, все свои ресурсы, конечно, это было бы его слабой стороной. Но сильная сторона в его роде, в том, что у него действительно знатный род, генеалогическое древо очень сильное, и у него много ресурсов. И он умеет эти ресурсы копить, и эти ресурсы у него имеются, естественно. Это его сильная сторона, накопление в его по королю Пентакли. Его слабая сторона, он не умеет дружить, он некоммуникабельный. Здесь дружба показана у нас по десятке кубков. Здесь у нас дружба, семья, семейная сфера любви, гармонии, взаимопонимания. Но он не умеет сохранить семью, и он не умеет сохранить дружбу. Нет коммуникабельности, нет лояльности к своему собеседнику. Он не умеет слушать И не умеет промолчать тогда, когда нужно Эмоционалка у него очень такая яркая, подвижная И если он начинает что-то говорить Он может выпалить какую-то ерунду Не подумав И не умеет, конечно, он по десятке кубков Заберечь семейные отношения Ему больше понравилось идти куда-нибудь Потому что у него, помним, характеристика личности Это десятая старшая арканка леса фортуны Он очень хочет Везде направо и налево Подарить всем свою любовь Очень влюбчивый гражданин, скажем так Ну и по десятке кубков Не умеет дружить Настоящего друга, настоящего соратника в этой жизни У него нет Конечно, дружба очень важна в этой жизни Даже, наверное, иногда больше, чем любовь Потому что, когда мы влюбляемся Когда мы становимся супругом и супругой Мы, конечно, начинаем Либо мы входим в эту дружбу Либо мы начинаем дружить со своим супругом И супругой Либо мы, конечно же, имеем только любовные отношения Только страсть, после которых все это угасает А дружба, она всегда остается, друзья И вот по десятке кубков Что он не умеет сохранить Это не умеет сохранить дружественные отношения Следующий вопрос Чего боится больше всего принц Уильям? Чего боится больше всего принц Уильям? Вот самый такой главный страх его в этой жизни Чего боится больше всего принц Уильям? Самый главный страх в жизни Принца Уильяма Уильяма Самый главный страх в жизни Почему-то у него Здесь вышел рыцарь Жезлов Рыцарь Жезлов Это яркий, темпераментный мужчина Огненного знака Зодиака Человек, который... Ну, здесь не обязательно приравнивать знаку Зодиака Да, я знаю, что он водного знака Зодиака Это не суть Здесь человек, который победил шторм Победил бурю в одиночку И здесь сразу выходит карта любовников Соратников Но здесь больше не любовники Здесь больше дружба Да, здесь дружба между Дороти И между чучелом Да, как его назвать Между пугалом И здесь, знаете, больше выходит то Что он очень сильно боится Быть плохим любовником Здесь, да, у нас здесь наполненный Наполненный туз кубков Здесь яркость, страсть Темпераментность Здесь тоже у нас темпераментность И здесь у нас любовники Вышли любовники, дружба Он боится почему-то в постели Вот именно про постель Да, вот именно про любовника Про человека, который что-то не додал женщине Либо у него сейчас есть какие-то проблемы с этим Либо начинаются какие-то проблемы Потому что он все-таки вышел из-за рубеж Да, среднего возраста Либо у него почему-то просто В мозгу зарождается вот эта мысль Что я боюсь оказаться плохим любовником Я боюсь оказаться плохим мужчиной в постели Вот здесь об этом И почему-то он пытается этим самым Вот этот свой страх Компенсировать, скажем так Большим количеством женщин в своей жизни Чем больше женщин я оседлаю Или они меня оседлают Тем лучше Тем лучше для меня Тем лучше для моей потенции Почему-то он так считает Но здесь, ну, конечно Конечно, об этом речи даже не идет Потому что одна женщина Единственная на всю жизнь Гораздо лучше влияет на мужское здоровье Нежели куча разных непонятных женщин Но здесь вот он именно боится В любви потерпеть крах В любви, в какой любви Именно в постели, друзья Следующий вопрос В чем заключается счастье принца Уильяма И в чем его личная драма В чем заключается счастье принца Уильяма Такой ходок, да Если вы так вот посмотрите Если так сказать Он такой ходок Больше ходок даже, чем Гарри Хотя про Гарри раньше там говорили, да Что он ходок Но Гарри, он больше такой домосед Он имел там какие-то связи Но у Уильяма их было как будто бы больше В чем заключается личное счастье принца Уильяма И в чем его личная драма В чем личное счастье принца Уильяма У каждого счастья свое Счастье это вообще понятие Такое глубокое, сугубо личное В чем заключается его личное счастье Его личная драма В чем заключается его личное счастье В переменах Карта мира говорит о том Что путешествия Посмотреть что-то новое Перемены какие-то Вот говорю, он любит перемены Поэтому он и женщин меняет как перчатки, потому что не любит сидеть на месте, не любит вот это насиженное, не любит, как курица над своим яйцом сидеть, над своими детьми, допустим. Он любит что-то новое, он любит меняться. Он любит меняться сам, менять окружающих вокруг себя и менять женщин, как перчатки, как я уже сказала, и менять вообще весь этот мир. Счастье его в том, что вот если бы я изменила этот мир, это было бы для меня счастье. Возможно, действительно, по карте мира он хочет стать королем, потому что я изменю этот мир, когда стану королем. Карты мира, карты зеркала параллельного пространства. пространство будет совершенно другим, мир будет совершенно другим, когда я стану королем в Великобритании, допустим, когда я попаду вот в эти, скажем так, вот в эту элиту, вот в эту элиту британской монархии, потому что я сейчас пока не в элите нахожусь, он хочет чего-то нового сейчас, перемен именно своего личностного роста. Хорошо, в чем его личная драма? Тяжело ему что-то сейчас, да, по десятке жестов, ему тяжело сейчас выдержать какой-то определенный момент, у него сейчас в жизни какой-то определенный момент, который происходит дома, идет из его дома. Ему тяжело это выдержать физически, морально. У него сейчас какие-то проблемы со спиной, может быть, невралгии, да, может быть, кстати говоря, вот здесь проблемы со спиной, проблемы с шеей, зажимы какие-то. Из-за того, что постоянно какая-то нервная стрессовая атмосфера в доме, он очень не стрессоустойчивый человек, очень любит, когда все спокойно, но ему сейчас какой-то момент нужно в жизни пережить. В чем его личная драма? На самом деле у него постоянно какая-то драма, если что-то идет не по его, да. То есть он такой, достаточно, говорю же, слабохарактерный человек, сильно манипулируемый, и если что-то вдруг приходится переждать, какой-то тяжелый момент, то ему прямо очень тяжело становится. И вот то, что сейчас происходит, скорее всего, скейт, да, скорее всего, он даже не думает о том, что сейчас происходит скейт, он больше думает о себе. Вот как бы это быстрее закончилось, как бы мне это быстрее пережить, чтобы мне не было так тяжко на душе, а то прямо аж спину ломит. Действительно, здесь проблемы со спиной, проблемы с шеей, какие-то зажимы, мышечные спазмы. Он человек не очень спортивный, я здесь вижу, да, он здесь, может быть, и занимается каким-то видом спорта, но здоровье у него такое хиленькое, вяленькое, не очень хорошее, несмотря на то, что он королевских кровей, и они там что-то, возможно, магичат, да, и делают его королевской своем. Дело не в этом, дело в том, что действительно ему сейчас тяжело от какой-то мысли, вот быстрее бы это сейчас закончилось. Каждый раз, когда что-то идет не по его, начинается его личная драма. Поэтому, поверьте, этих драм у него в жизни и трагедий очень-очень много. Самое главное, чтобы были какие-то перемены, чтобы были какие-то женщины, были какие-то путешествия, чтобы я мог спокойно жить, чтобы я мог спокойно, вольный, как ветер, жить, гулять. Никому ничего не обязан. А вот сейчас есть какие-то обязательства, которые прямо легли на меня, как тяжкое бремя, как тяжкий крест. Что уж это за обязательства? Возможно, за детьми приходится следить. Или, возможно, ему говорят, что детей ты заберешь себе, да, возможно, будет развод с Кейт. Сейчас мы все выясним. А он как будто бы не хочет. Детей-то вроде и любит, но как будто бы не хочет нести на себе вот это тяжкое бремя. Дети еще какие-то. Хочу быть один. Ну, тут вот об этом. Хорошо. Любил ли Уильям когда-нибудь Кейт? Любил ли Уильям когда-нибудь Кейт Миддлтон? Любил ли принц Уильям когда-нибудь Кейт Миддлтон? И что он думает о Кейт вообще? Как к ней относится? Давайте сразу посмотрим. Любил ли принц Уильям когда-нибудь с Кейт Миддлтон? И что он думает о Кейт? Как к ней относится? Ну, здесь что-то как-то по-легкому получилось. Захотелось каких-то новых приключений, как ему это всегда хочется, да. И вот он на ней женился. Но посмотрим дальше. Женился он на ней по собственной инициативе или нет? Сейчас пока смотрим его отношения к ней. Любил ли он ее? Как-то так по-легкому. Отношение было какое-то легкое. Легко было разговаривать с ней, да. То есть она как-то его понимала. И вот что-то вот, чего-то нового захотелось. Каких-то приключений хочется Алисе. Алиса здесь под картой дурака. Она его как-то поразила своей какой-то глубиной, какой-то добротой, мудростью. Ему это понравилось. Он же все-таки не совсем бесчувственный у нас товарищ, да. Все-таки водного знака зряга. Это чувство ему очень нравится, когда идут от женщины, да. То есть ему очень нравится Верховная Жрица. Она для него как Верховная Жрица, как загадка, как нераскрытая страница. Я говорю, то, что загадочно, то, что для него новое, ему все интересно. И вот понравилось ему это, понимаете, больше интереснее, чем любовь. Верховная Жрица на любовь никогда не указывает. Она указывает либо на любовницу, либо на загадку, на тайну какую-то, да. Тем более здесь карта дурака. Понравилось ему то, что с ней можно по девятке Пентакли начать что-то новое. Уйти из стагнации и начать что-то опять новое, да. Вот он любит вот эти перемены, вот это новое. То, что она может стать королевой. То, что с ней стабильно, то, что с ней спокойно. Здесь стабильная королева Алиса. У нас Алиса здесь дурочка, да, еще пока не смышленая. А здесь у нас Алиса уже королева. Тогда, когда она добралась до Красной Королевы. Помните, да, как в Алисе в стране чудес было. Загадка, смышленая, умная, мудрая женщина. Плюс новое приключение. С ней моя жизнь поменяется, метаморфозы. С ней я превращусь из гусеницы в бабочку, будто бы, да, знаете, говорят карты. Опять перемены. Вот видите, его карта прям вышла, да, колесо фортуны, колесо судьбы. Ну, что-то изменится точно в моей жизни. Стану королевой, она станет королевой. Все у нас будет хорошо. Вы знаете, все как в сказке. Прям действительно карты такие сказочные. Но все не так просто, как кажется. Потому что какие-то страхи он не мог преодолеть. То ли она ему внушала какие-то страхи, то ли какую-то тревожность. В общем, была какая-то тревога в их отношениях, когда они уже вступили в брак. Какая-то тревога. То ли его что-то беспокоило, мучило. То ли ее что-то беспокоило, мучило. Либо над ними был какой-то дракон, вот какая-то тревога, понимаете, вот витает над их семьей. Либо им кто-то третий, третий лишний, не давал жить. Вот здесь вот об этом речь. Это, знаете, у меня есть расклад на канале про Елену Лугунову, которую, к сожалению, убили. Убил, собственно, муж Александра Лугунов. И там речь о том, что им мешали третий лишний лица. А человек Александр Лугунов, он был манипулируемым. Точно так же, как и принц Уильям здесь. И вот почему он... Любил ли он Кейт на самом деле? Никогда он ее не любил. Ему нравилась стабильность с ней. Чувствовать вот эту стабильность. То, что она такая мудрая, то, что она сильнее его, то, что она выше его. Ему вот это нравилось. Нравилась достойная, тоненькая, хрупкая женщина, которая рядом с ним может стать настоящей королевой. Ему нравилось то, что он какие-то перемены с ней ощущает. Он думает о ней, он ее уважает на самом деле. Думает о ней хорошо, но что-то есть над ними, над их семьей, что-то витает, что мешает им и помешает им быть вместе. Понимаете? Это какой-то дракон большой, либо женщина, либо мужчина. Но здесь что-то им мешает быть вместе. Кто-то очень не хочет, чтобы она стала королевой. Вот девятка Пентаклей, королева, а кто-то очень не хочет, чтобы она стала королевой. Но здесь нужно посмотреть своим страхом в лицо, а никто своим страхом в лицо смотреть не хочет и перечить никто королевской семье не будет. Здесь какое-то не очень хорошее будущее, я вижу сразу. Что он думает о Кит? Он ее очень уважает, он ее очень ценит, как мудрую, хорошую женщину, наставницу, спутницу жизни, которая может стать хорошей королевой. Любви я здесь не вижу вселенской, я здесь не вижу страсти, я вижу здесь отношения скорее больше как к другу, нежели к любимой женщине. Друг бы это хорошо, но дружить, как мы помним, Уильям не умеет долго. Да и вообще не умеет. Хорошо. Для чего Уильям женился на Кит тогда? Понятно, что перемены ему важны были какие-то, за то, что он хотел стать королем, хотел сделать ее королевой. Это его самостоятельное решение жениться на ней или ему кто-то подсказал? Для чего принц Уильям женился на Кит Миддлтон? Для чего принц Уильям? Ради чего? Из-за чего? Для чего? Принц Уильям женился на Кит Миддлтон? Это его самостоятельное решение жениться на ней или ему кто-то подсказал? Вообще какой-то был выбор. Какой-то был выбор по двойке Пентаклей. И если бы он не женился, ему пришлось бы что-то отдать. И он не хотел это отдавать. Понимаете? По Тузу Пентаклей, Туз Пентаклей, вот у него шанс был в кармане. Понимаете? Если он женится на ней, у него шанс есть. Если не женится, шанса нет. Выбор, ну, понимаете? А как тут не выбрать? Конечно, он выбрал жениться, потому что шанс-то есть. Шанс есть, можно поесть, как говорится. Рыцарь Мечей. Ну да, он свой шанс отвоевал. Он так напором пошел, да, закрыл эту амбразуру, подумал, кто если не я? Если я сейчас этот шанс не возьму, я упущу этот шанс. И он решил действовать стремительно по Рыцарю Мечей. Единственное, наверное, такое стремительное, отважное решение в его жизни, самостоятельное, кстати. Да. Тут Паш Мечей выходит, Рыцарь Мечей, Паш Мечей. Пажом Мечей он был тогда, когда он обдумывал эту ситуацию. Делать, не делать, жениться, не жениться. Потом ему сказали, что ты упустишь шанс, и все, он решил идти дальше, до конца, да. Да, решил идти в новое. Из-за того, что он мог что-то упустить. Ему очень тяжело, он не хотел жениться. Очень тяжело ему удалось это решение, он не хотел жениться, однако он пошел на амбразуру, залез на эту амбразуру, говорю еще раз, да, для того, чтобы взять этот шанс. То ли ему сказали, если не женишься, королем не станешь. Вот что-то здесь такое, понимаете, потому что ту спинтакли, это прям шанс стать кем-то, возвыситься туфельки здесь, туфельки золотые, с алмазной обработкой, да тут еще рубин рядышком, да, здесь какие-то ресурсы, ты получишь какие-то ресурсы, ты получишь право на что-то, право на какое-то другое измерение, на какой-то другой мир по миру, право править этим миром, Великобритании, да. Если нет, если ты не женишься на ней сейчас, вот на этой женщине, то все, ты этот шанс упустишь. Ну, собственно говоря, он решил то, что шанс упускать никак, никаким образом нельзя, поэтому женился. Я говорю, жене из любви, абсолютно. Хорошо, самостоятельное решение мы уже поняли, единственное, наверное, его самостоятельное решение, серьезное в этой жизни. Есть ли у принца Уильяма психопатические расстройства личности? Меня спрашивали подписчики, давайте узнаем. Есть ли у принца Уильяма психопатические, именно психопатические расстройства? Если есть психологические, мы их тоже посмотрим, да, увидим. Психопатические расстройства личности у Уильяма присутствуют ли? У принца Уильяма? Принц Уильям, есть ли у тебя психопатические расстройства личности? Ну, есть, конечно, да, самолюбование, самовосхищение, нарциссизм. Да, король. Король любит себя, любит себя, постоянно себя рассматривает. Да, возвысился над другими. Мания величия. Мания величия, любовь к себе, нарциссизм. Это скорее психопатическим расстройством можно, конечно, назвать. Мания величия, я возвысился над вами в себе. Он считает себя выше всех остальных. Иногда может даже с некоторыми людьми, которым он считает недостойными себя, он может не разговаривать. Либо может очень долго, часто обижаться даже на родных и близких людей, если вдруг ему что-то сказали, там, ты плохо выглядишь, Уильям, сегодня, или тебе там нужно больше спать, у тебя синяки под глазами. Он очень сильно на это обижается, за свою внешность он прямо порвет. То есть он очень любит себя, очень любит разглядывать себя в зеркале, очень комплексует иногда по поводу своей внешности. У него вот есть залысинка там небольшая, он очень комплексует из-за этого. Если ему вдруг кто-то что-то говорит, все знают, что принцу Уильяму никогда нельзя говорить ничего по поводу его внешности, по поводу его статуса тем более. Именно поэтому он так хочет стать королем, что хочет возвыситься, хочет вот этот статус иметь. Понимаете, есть здесь мания и величие. Стремление даже скорее к мании и величие, потому что здесь мания и величие не открыто выражается из-за того, что есть комплекс некий неполноценности. Друзья, вот здесь это есть, здесь это имеется. Хорошо, следующий вопрос. Видит ли Уильям свое будущее с Кейт Миддлтон, несмотря на то, что он женился не по любви, по расчету, да, несмотря на то, что он ее просто уважает, видит ли он в целом свое будущее с Кейт Миддлтон, видит ли принц Уильям свое будущее с Кейт Миддлтон. Видит ли принц Уильям свое будущее с Кейт Миддлтон. Здесь обман от него какой-то идёт. Здесь что-то происходит сейчас с Кейт, что-то с ней делают сейчас, да, здесь обман. Здесь на карте Морш и Рыбак пытаются, пытаются обмануть вот эти устрицы, понимаете, чтобы они раскрылись, да, чтобы они раскрылись, и чтобы Рыбак их выудил. Здесь вот такая история, здесь история обмана. Что-то он как-то мимикрирует, пытается сейчас под Кейт подстроиться, обманывает её каким-то путём, каким-то образом, чтобы она ему что-то либо рассказала, либо что-то отдала, либо что-то подписала, понимаете. Вот здесь вот это идёт. Он не видит своего будущего с Кейтом, если отвечать на вопрос, да. Он её просто сейчас обманным путём заманивает в какую-то сеть, чтобы она что-то сделала, что-то подписала, она этого делать не хочет. Разбитое сердце здесь, да, сердце тяжёлое, тяжёлый груз на сердце. Здесь скорее у Кейт, да, нежели у него, потому что тройка мечей здесь идёт. Вот именно карта предательства, карта предательства, человека, который предал свою любовь, свою любимую женщину, да. Да, ему важны ресурсы, ему важен статус, ему важны деньги. Его сейчас интересует только это. Это, какой будущий эскейт, да, здесь об этом даже говорить не стоит. Будущего эскейта он не видит. Он видит вообще себя одиночкой почему-то, но из-за того, что ему нужен статус, из-за того, что он хочет стать королём, ему кто-то нужен сейчас поблизости, рядом, он какая-то женщина, но точно не Кейт, потому что Кейт всё, она уходит как бы, да, в освоясье. Действительно ли любовницей Уильяма является Роуз Хэмбери? Меня спрашивали подписчики тоже. Действительно ли любовницей принца Уильяма является Роуз Хэмбери? Действительно ли? Напомните мне, если я ошибаюсь, по-моему, это племянница Камилы, да? Я не очень хорошо знакома с Роуз, напишите мне в комментариях, каким она является Камиле. Действительно ли любовницей Уильяма является Роуз Хэмбери? Действительно ли она его любовница? Она им, да, во-первых, да, она им управляет как-то очень, да, прям ведёт его как-то. С ней он то ли возвысится может, то ли подняться может, а он пока только Паш. Он вообще такой, ну, на самом деле, извините меня, да, глупый, такой несмышлённый. Вообще его учить и учить, если честно. Он как дурачок ведётся на каждую юбку, которая пытается ему помочь. Я тебя сделаю королём, я тебя помогу. Тут как-то, знаете, причесывает ему очень хорошо. По семёрке Пентакли мы с тобой, я не знаю, мы с тобой многое сделаем, мы с тобой соберём плоды. Здесь собирает плоды, да, бабушка в саду. Мы с тобой многого добьёмся, а пока он только Паш Пентакли. И да, у него есть деньги, но он глупый, несмышлённый, он не понимает, как этими ресурсами вообще управлять. Ну, у него сейчас выбор есть какой-то, ещё какая-то женщина есть. Помимо Кейт и помимо Роуз. То есть у него не только Роуз. Тут кто-то ещё на него какие-то виды имеет, и кто-то тоже из непростого семейства, скажем так. Да, какая-то четвёрка Пентакли, какая-то ведьма. Тут либо какая-то ведьма хочет их свести с Роуз, скорее всего, это Камилла. Тут либо есть какая-то ещё женщина. Ну, здесь женщина в любом случае есть, и какая-то ведьма пытается Роуз свести с Уильямом. Уильям пока поставил всё на паузу. Всё, что у него есть с Роуз, и всё, что у него есть с какой-то другой женщиной, он пока обдумывает, потому что у него выбор, он поставил всё пока на паузу. Двойка мечей – это пауза. Подождать, обдумать всё, все последствия, скажем так. Да, потому что это башня. Башню, знаете, я здесь сравниваю с руной Хагалас. Есть такая руна Хагалас, после которой наступает полное очищение. Но это очищение очень болезненное, очень тревожное, но после него прям как глоток свежего воздуха. Вот башня здесь обозначает именно это. После башни, после грома, после какого-то торнадо происходит очищение. Всё чисто, всё пусто, и всё начинается с нуля. И вот для того, чтобы настало это очищение, нужно же хорошенько подумать, с кем он будет связывать свою жизнь, потому что для него это жизненно важно. Жизненно необходимо понять, с кем он будет на самом деле счастлив. Здесь есть какая-то ведьма, которая связывает Роуз и его. И здесь есть ещё какая-то другая женщина, и он поставил сейчас пока всё на паузу. Пока думает. Пока гадает, как быть. Следующий вопрос, друзья. Причастен ли Уильям к тому, что сейчас происходит с Кейт Миддлхом? Причастен ли он сам, или он просто знает, что с ней происходит сейчас какая-то ерунда? Что-то старое уходит, воспоминания какие-то остаются. Что-то старое уходит и никогда не вернётся больше. Как будто её куда-то отправить хотят. Понимаете? Чтобы вот она больше не возвращалась никуда. А причастен ли принц Уильям к тому, что сейчас происходит с Кейт Миддлхом? Здесь как воспоминания. Чёрно-белая картинка. Воспоминания о родном доме. Либо в родной дом обратно хотят отправить. Знаете, как к родителям обратно. Ну вот как раз над императрицей, да, что-то сейчас делают. То есть над ней. Карта Сила. Императрица и император. Королева и король. Те, кто сейчас правят Британией, это Карл и его Камилла, да, Камилла тоже является королевой, они применяют какую-то силу, как, знаете, параллельное пространство, параллельные миры, как чёрная магия. Магия. Магия над девушкой. Магия над девушкой для того, чтобы либо стереть, как, знаете, вот стирать, как вот МК Ультра, как, знаете, человеку промывают мозг для того, чтобы она ничего не помнила. Вот всё старое забылось, как промывание мозга. Либо просто какая-то чёрная магия используется, да, либо это МК Ультра, либо чёрная магия. Проводят это над ней император и императрица. Муж и жена. Те, кто сейчас управляют. Те, у кого сила, но они трусы. Они оба трусы. Что Камилла, что он. Потому что здесь трусливый лев получил силу. Но он этой силой ещё не умеет распоряжаться. Она сильнее их, но у них власть чёрной магии. Она сильнее их, потому что она добрая. Я сейчас про Кейта говорю, да? Карта колесница. Во-первых, Уильям конкретно никакого отношения не имеет, потому что сейчас Кейт происходит. Он просто наблюдатель. Наблюдатель, но в то же время ничего и не делает, да, чтобы помочь ей, потому что ему важны какие-то свои определённые интересы. Здесь с ней делает императрица и император. Та самая Камилла и тот самый Карл, да? Для того, чтобы как-то вот либо её убрать, как будто вот чтобы её не было вообще в дворце. Либо чтобы её не было, либо чтобы она всё старое забыла. То ли прочистка мозгов, то ли чёрная магия просто над ней, чтобы её куда-то увести. А увести для чего? Как знаете, здесь настоящий Кейт, вот настоящий, той, которую мы с вами видели, как будто её уже не будет. Тут перепрошивка мозга, либо, ну вот что-то делают с человеком, чтобы одержать над ней победу. Но Уильям к этому не причастен, но он всё знает. Он всё знает и никак не помогает своей супруге. Хорошо, а что будет с Кейт дальше всё-таки? Что будет происходить с Кейт в ближайшее время? Что будет происходить с Кейт Миддлтон в ближайшее время? Что будет происходить с Кейт Миддлтон? Что будет происходить с Кейт Миддлтон? в ближайшее время. Что будет с тобой дальше, Кейт? Король кубков – это ее муж, да? Король кубков – королева кубков. Вот они, муж и жена. Хорошо. Расходятся по разным баррикадам, да? Как развилка, дорожка. Король и королева кубков расходятся. Здесь как развод. Расхождение интересов, расхождение по разным баррикадам, развилка. Уход на две стороны. Верховная жрица у короля кубков также остается любовница, верховная жрица. Женщина, не являющаяся его супругой. А королева кубков превращается в гусеницу. Здесь карты иерафанта. Иерафант над ней какой-то давлеет. Здесь какая-то магия происходит над королевой кубков, над Кейт. Я имею в виду, да? Над женщиной. Над женщиной чувственной, над женщиной ранимой, над женщиной доброй. Она как хрустальная кошка сейчас. Ее очень легко разбить. У нее пробита защита. Они хотят превратить ее в какую-то гусеницу. То ли болезнь на нее какую-то наводит, понимаете? То ли промывка мозгов, чтобы она совершенно не помнила, кто она такая. Здесь развод. Туз мечей. Что будет происходить дальше с Кейт? Во-первых, развод будет, да? Во-вторых, с ней что-то будет. Конкретно по ее здоровью, по ее физике, по ее менталке. Кейт, как была раньше, ее такой не будет. Тут следующий вопрос. У меня как раз будет ли официальный развод между Уильямом и Кейт? Да. Не буду задавать этот вопрос второй раз. С кем останутся общие дети Уильяма и Кейт? С кем останутся общие дети Уильяма и Кейт, когда они разведутся? С кем останутся общие дети Уильяма и Кейт Миддлтон? когда они разведутся карта деток тут что-то с детским осознанием тоже делают карта мира карта проникновение в сознание ребенка карта ребенка дурака карта алисы алиса это ребенок это подросток или просто ребенок до карта мага карта человека который использует какую-то руническую методику потому что здесь руны нарисованы да либо какую-то просто черную магию до или белую магию кто его знает она детьми для того чтобы проникнуть в их сознание того чтобы дети не понимали что происходит вот тоже вот как промывка Мозгов, понимаете, детских. Да. Рыцарь Жезлов. Человек не понимает, что происходит. Меняют. Поменяли голову. Вставили тыкву вместо головы. Поменяли сознание человека. Хорошо. После бури что будет? После торнадо? Останутся с императором. Останутся с отцом. После развода, после торнадо, после бури, после грома, после башни, после развода. Дети с промывкой мозгов. Им промыли мозги. Значит, они хотели остаться с мамой, если бы им не промыли мозги. Остаются с императором. Остаются с мужчиной. Тут даже остаются не с Вильямом почему-то, а тут почему-то остаются с дедом. То есть с Карлом. Интересно. Может быть, что-то с Вильямом будет, да? Потому что я здесь не вижу, что они остались с отцом. Я здесь вижу, что больше они остались с Карлом или с Чарльзом. Называйте, как хотите его. Следующий вопрос. Есть ли у принца Уильяма внебрачные дети? Есть ли у принца Уильяма, потому что многие тоже говорили, что вполне возможно, да? Есть ли у принца Уильяма, у Эльского, принца Уильского, внебрачные дети? Нет, друзья. Нет, я не вижу здесь ни брачных детей. Нет, абсолютно точно. Ощущение вообще такое здесь, что... Интересно. Сейчас, секунду. Нет, друзья. Сейчас дети есть только от Кейт, официальные, в любом случае. Точно нет. Я просто проверить информацию хотела. Нет. Внебрачных детей нет. Что бы там ни говорили, что бы ему там ни говорили, у тебя вот есть ребенок от Роуза, или еще от кого-то. Да нет, все неправда. Если только его пытаются оболгать, обмануть или присобачить ему какого-то чужого ребенка. Нет. Внебрачных детей нет. Тут вообще какие-то проблемы. Такое ощущение, что то ли с мужским здоровьем проблемы, то ли... Не могу сказать, но здесь нет точно. Хорошо. Как Уильям относится к Гарри? Меня спрашивали. Как принц Уильям относится к своему брату Гарри? Для того, чтобы не ссориться и не конфликтовать, они не видятся. Для того, чтобы мне с тобой не ссориться, не конфликтовать, мне нужно с тобой не видеться. Потому что, когда я с тобой вижусь, мы вроде с тобой одной кровью, мы вроде с тобой на одном примерно уровне, но мы совершенно разные с тобой. То есть он его не понимает. Он его не понимает вообще абсолютно. И он не хочет, чтобы у Гарри был какой-то шанс. Чтобы у Гарри был шанс возвыситься, либо стать королем, допустим. Он очень хочет для себя вот этой участи. Поэтому, чтобы не конфликтовать, нужно быть в отшельнике. Мы с тобой паш мечей. Один паш мечей, один паш пентаклей. Паш мечей либо воздушный, либо водный знак зодиака. Паш пентаклей земной знак зодиака. Вот мы с тобой вроде одной крови, но мы совершенно разные. И конфликтуем. И я не хочу, чтобы у тебя, у паша пентаклей, был какой-то шанс. Такое ощущение, что чем меньше ты бываешь в замке, чем меньше мы с тобой видимся, и чем меньше тебя видит кто-то выше меня, то есть мой отец там, допустим, тем лучше для меня. Вот он как будто не хочет, чтобы он чаще виделся со своим отцом. Я имею в виду, он не хочет, чтобы Гарри чаще виделся с Чарльзом. Почему? Потому что Чарльз как будто бы больше, то ли больше любит Гарри, то ли больше шансов ему дает на остановление на престол, несмотря на то, что там он пятый по счету только. Вот здесь такое ощущение. Здесь какая-то зависть как будто бы есть. Чисто, знаете, такая зависть по-братски, как это бывает. Хорошо. Какие планы у Чарльза на свою... Какие планы у Чарльза на своего сына Уильяма? Какие планы у короля Чарльза на своего сына Уильяма? Какие планы? Какие планы у Чарльза на своего сына Уильяма? Какие у него на него планы? Он так, просто к нему так лояльно относится, но пока вот тишина какая-то вот в голове. Как будто, знаете, лояльно относится к нему, потому что тот к нему лояльно относится. Карта эмпатии. Они друг друга сейчас понимают, они во взаимодействии, но если говорить про отшельника, он как будто его сторонится, то есть Чарльза сторонится своего сына. Сейчас посмотрим, какие планы. Как будто бы я... Ты не нравишься, я испытываю к тебе какие-то чувства, эмпатию, сопереживание какое-то, потому что ты делаешь так, как я хочу. А Гарри так не делает. Понимаете, вот о чем речь? Паш Жезлов. Но он не считает его королем, не считает его таким, знаете, приспешником, глупцом, клоуном. Вот здесь, знаете, просто... Ты слишком много делаешь того, чего я хочу. Как будто бы мне это и нравится, так оно и нужно, но как будто бы ты слишком много делаешь того, чего я хочу. А есть какие-то свои мысли у тебя вообще? Знаете, как будто Чарльз про него думает. Хотя Чарльз сам манипулирует Камиллой. Как он может так думать про своего сына? Не знаю, потому что они оба очень похожи характерами. Возможно, из-за того, что они оба похожи характерами, и Чарльз не принимает в себе вот эту сторону, поэтому он точно так же не принимает ее в своем сыне. Потому что сын слишком сильно подчиняется. Карта дьявола. Карта аддикции, карта привязанности. Привязанности к дому. Нужно поступать хитрее, нужно поступать умнее. Как ты хочешь перехитрить своего сына? Вот как-то... У него какие планы на своего сына? Он как-то хочет его перехитрить. Что-то хочет ему такое сказать, чтобы сын на него не обиделся, не разозлился, а чтобы принял победу над сыном. Пятерка жезла. Победа над своим сыном. И чтобы он... У него и привязка осталась к Карлу, понимаете, к Чарльзу. Чтобы у Уильяма осталась привязка к своему отцу, чтобы он не отдалился от него, чтобы он его понял. Вот что-то он ему хочет такое сказать. Но планов у него на то, чтобы он стал королем, нет. Понимаете, о чем речь? Потому что он его в королях не видит. Здесь вот так. И хочешь что-то такое ему сказать, возможно, он даже хочет сказать, что ты не станешь королем, да? Но как-то по-хитрому, как-то обойти все дороги, все пути. Так, чтобы тот не обиделся на него. Так, чтобы тот остался привязанным к своему отцу под дьявол. Потому что дьявол – это аддикция, это привязка. Хорошо. Станет ли Уильям королем? Станет ли принц Уильям королем? Станет ли принц Уильям королем? Нет. Тут о том, что у тебя все рухнуло. У тебя рухнул дом, у тебя рухнул твой ствол, дерево. От тебя ушла королева Пентакли, твоя королева, твой шанс. Но по девятке мечей так было нужно сделать. Понимаете? Нужно тебя было остановить, чтобы ты не пошел дальше. Поставить тебя на паузу, чтобы ты как был рыцарем Пентакли, как был просто сыном. Тут даже рыцарь Пентакли, он похож на отшельника, да? Как, знаете, как чтобы уехал из королевства, что ли, чтобы уехал из дворца как-то. Чтобы уехал в Освояси. Поставить тебя на паузу, чтобы ты уехал в Освояси. Твою королеву куда-то отправить, да? Тут не хотят почему-то его видеть королем. Тут карты, тут вообще карты говорят, ему запрещают. Ему запрещает кто-то выше, выше королевской семьи, потому что есть еще династии выше, чем королевская семья. И им кто-то запрещает, чтобы Уильям становился королем. Здесь как какой-то обман его, какие-то препятствия, какие-то преграды. И рыцарь Пентакли уходит вообще в отшельники. Как будто все, что у него остается, это немножко Пентакли. Как, знаете, как деньги, как ресурсы у него забирают. Твоя королева от тебя ушла, твой дом рухнул. Начинается что-то новое по десятке мечей, но не очень хорошее для тебя. Потому что это предательство, да? И ты становишься на паузу и уезжаешь как будто из родного дома. Либо твоя королева уезжает, и ты уезжаешь вместе с ней. Ну, либо ты своей дорогой уезжаешь, но ты королем не становишься. Я не вижу здесь его королем. Здесь карты короля вообще не выпало. Ни карты императора не выпало, да? Здесь он просто рыцарь Пентакли, а рыцарь Пентакли здесь отшельник. То ли он как будет один жить, то ли его куда-то отправят. Будущее принца Уильяма. Будущее принца Уильяма. Будущее принца Уильяма. Давайте просто до конца этого года посмотрим. Потому что надолго будущее тоже не смотрит. Для того, чтобы все было правильно, чтобы все было верно. Будущее принца Уильяма на ближайший вот этот год, до конца года. Будущее принца Уильяма. Почему тяжело? Сейчас, друзья, раскрою. Потому что из бабочки в гусеницу. Тут будет привязка к родному дому. В любом случае, я говорю, для того, чтобы он не обижался на родной дом, на отца. Он так и останется в дураках, в пожарах жезлов. Тут, вы знаете, как... Тут какой-то магией сделают так, что вот он привяжется к родному дому и все равно вот будет... Как вам объяснить-то правильно? То есть он будет нормально относиться к своему отцу, к дворцу, да, не так, как Гарри. Делают это все специально для того, чтобы вот он как бы не осерчал, скажем так, на них за их принятое решение. Как будто из бабочки превратится в гусеницу. Как, знаете, пойдет деградация. Все наоборот у него в жизни. По пятерке кубков все как-то остановится. Ему как-то будет тяжело. Тяжелая какая-то ноша на него свалится. То ли какая-то тяжелая болезнь. Потому что здесь карпиера фанта и пятерка кубков говорит еще про болезни. Про болезни, как ему все сторится и вернется по колесу фортуны. Он хотел быть победителем, пожезлов победа. Но он победителем не станет. Потому что к нему как сторится и как по карме вернется, то что он получит какую-то болезнь. Тут по дьяволу еще тоже может проходить болезнь. Вот они, три карты дьявола, карты ирафанта и карта пятерка кубков. Тяжелая ноша свалится на него. Карта магии. Ему кто-то в этом поможет. И по карте мага ему кто-то поможет еще быть к своей семье лояльным. Несмотря на то, что семья его королем не видит. Вот такое будущее. Какая-то болезнь ожидает, друзья. Болезнь, остановка, стагнация человека. Знаете, как прилетела обраточка называется. Друзья, это были все вопросы по принцу Эльскому. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Пишите в комментариях свои вопросы по этой теме, по королевской семье. На самые залайканные комментарии я буду делать шот-видео, короткие видео для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Для того, чтобы не делать целое видео, и чтобы это видео не монтировать долго. Поэтому лайкайте свои же комментарии, лайкайте самые интересные комментарии, и я сделаю обязательно шот-видео по вашим вопросам в комментариях, друзья. Напоминаю о том, что у меня есть личные расклады, обряды. И делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, личными раскладами и обучением по картам Таро я занимаюсь также обучением. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне в личку. А я вас очень люблю и до новых встреч.